наш долгожданный как германии говорят лова да вот он все есть засними крупный план и погнали вокруг смотрите вот такой красавчик сверху конечно от идет что у нас темненькие штрафе но они все отмываются этот дождя и так далее надо просто вода моечку помыть сейчас мы немножко сделаем обзорчик кому интересно всем интересно поехали модель на 5 спальных мест то есть сзади для кровати посредине можно раскрывается уголок для кому покажем и большая кровать потом покажем да так поехали владелец тут где-то есть значит выход под телевизор правда не будем использовать зато есть розетка вообще круто напряжение старом дальше большой отсек коды кроватью обстали рам получается может что-нибудь складывать туда очень большой вот туда можно все складывать обычно туда чемоданы вещи это джонтик потом на кровати тут у нас газ чтобы можно было подключить внешнюю печку гриль или еще там стоит сам газ до техническое отделение кабеля газовая канистра крепления для двух даже больших это маленькая всякой кабель и все подряд это все ротом из коробочки уберем чтобы она вообще очки не упала тут для велосипедов у нас получается два велосипеда может прицепить до спереди пока водяга типа стандартная вещь электричество фонарики пару дефектов есть резиночка подхудилась это не критично это расходит так с этим разобрались два места для велосипеда так два входа для воды один так называемый сити аншлюз то есть сюда подключается вода под давлением которое всегда есть и она всегда заполняет наш бас баса канистра канистру с водой которая внутри и не надо просто так заливать отдельные если он тебе постоянно полный классные окна большое окно это тут мы сидим кушаем офигенные белые колпаки отсек для туалет точнее для ее кассет содержимое туалета вытаскивать вывозится делается чистым и обратно есть два окошка для нижней кровати двухспалки и верхней кровати для велосипедов себе до того же зале тоже для двух так джончик открывает теперь у нас этот апшталером нижней кровати вот этот она делается так вот в бок получается и может сюда что-то прикреплять там велосипеды или столы и стульчики и так далее это мусор очка висит можно такие мелочи закидывать у нас включается очень подогрев воды там свет на улице внутри тут а тоже вот можно внутри исключить. Это детские кровати. Сверху, снизу получается. Тоже нужно его разложить будет. Тут вот уборная. Если в туалет ходить, то можно эту штуку прикладывать, чтобы она не мешалась. Тут тоже мелочи всякие. Открывать можно мелочи всякие. Тут свет включать, тут розетка получается, унитаз. Тоже интересный такой. Тут закрывается, открывается дырочка, чтобы ту кассету показывали. Тут кухня. Полочки с двух сторон одинаковые. Рыгальчик такой. Тоже удобный. Покажи, что малой делает. Ну да, сеточка такая есть. Уже закрылся. От комаров, от мух. Это тоже так интересно, что можно вот так вот просто раскрыть, чтобы свежий воздух заходил. Так же закрывается. Каждое окно закрывается сеточкой от комаров. Ну или конечно от солнца. В каждом окне такого. Тут у нас также имеются две штыки розетки. Розетки. Для чего-то надо кофемашину поставить. Тут газовая печка, маленькая, большая. Покажи третью. У нас три газовые печки. Три даже. Три даже, ага. Ну и можно тут водичку, кстати, что пулечка только что показывала, где водичку можно заливать. И она вот получается сюда вот подаёт. Также тут мы уже, конечно, штек помыли. Положили уже свой. Тут для газ подаёт к холодильнику. Вот это газовые печки. А это... Отопление. Отопление, да. Всё испытали, всё работает. Ну и да. Всякие вот полочки тут у нас. Полочки надо ещё протерить и так отказываюсь дать. Печки так осталось. Потом тут у нас холодильник получается. И маленький морозильничек. Сверху. Открывается. Всё от газа тоже. Потом получается тут у нас полочки. По всему периметру так. А вот маленькой полочкой тут тоже USB получается. Можно тут заряжать. Хэндик. Тут по блокам тоже свет надо включать. Потом вот эти вот подушечки, они упираются. И тут как абшталерам получается у нас. Как абшталерам? Кладовка маленькая. Кладовочка маленькая. Кладовочка маленькая. Кладовочка маленькая. А детишки, всё там уже и кравится. А вот этот стол складывается вниз. Можно его вниз ложить. Эти подушечки складываются и ещё можно сам это положить. А ещё можно окошко это приподнять. Открыть. Классно. А это что за подягивание сверху? А это клеймо. Самое важное в этом домике. Да, Цинни? Дверка такая тоже есть, да? Да. Ну-ка, покажи. А с этого? Ну да, попробуй. Закрыть. Папу закрой. Папа, пока. Тоже на магнитике, да? Да. И тоже под... Ага. Джейни. Ты чё? Гуд. Сам можешь открывать, папа? Внизу. Ага. Какой папа? Папа уже всё ремонтирует там чё-то. Конечно, клеймо мы ещё не тестировали, но хайатинку уже тестировали. На полную мощность... Вот странно, почему-то на полную мощность, когда включаешь его, то становится жарко. А серединочку делаешь холодно. Мы ещё не поймём, как оно вообще функционирует. Окошки у нас тоже так же все прям открываются, вот как я до этого показывала на кухне. Это вот... Тут вот тоже, ну, получается, три окна у нас ещё. Такой, как шранк с щитками там всякими. Ну, электрика там, предохранители всякие. Ну, тут-то мы и думаем ещё сделать пару полочек таких для вещей. То, что вещи мы не знаем, куда будем девать. Сюда как-то вот непонятно лазить, опять же, если что-то. Для детей даже тяжело будет им брать. А тут, я думаю, если парочку сделать регали, то будет вообще супер. И тут у нас тоже такая маленькая окошечко, получается. Тоже его так же можно закрывать. И сеточка. И что интересно, что у нас ещё вот тут вот есть такой... Так, дверка. Не только у вас, у детей тоже такая есть. У детей тоже. И тут оно на магнитике так закрывается. Хоп! Квас. Квас. И опять же назад. Опять же, аккуратней надо всем пойматься. Всем, всем тут вон ваги надо аккуратно пойматься. Вот тут ещё у нас снизу включение этого мовер, который он, парковаться, да, получается через пультик, чтобы можно было легко паркнуться. И второе, это что у нас? Батареи. Батареи. Батареи включать. Чтобы свет от батареи было. И вот сирена, сирена ещё у нас вот зелёным горит, который это от протечки до газа. Ну и сверху у нас тоже есть. Вот. Тут он будет. Ну и тут у нас тоже снизу вот получается вот эти вот такие, как дырочки они. Люфтунги. Там он тоже, видите, они прогоняют воздух горячий от отопления, хайтинга. Тут есть такая опция, что эти дверки, которые закрывают вот этот отсек. Но они слишком много весят, и они, в принципе, бесполезные. Мы их уберём и сохраним немножко на весе. Да, только потому что тут тоже очень смотрят, сколько ты перевозишь и останавливает, взвешивает всё. Если будет очень много, ну большой перевес, то, конечно, будет штраф давать. И придётся что-то вытащить и выбросить просто-напросто. Он у нас тяжеловатый, конечно. Ну и да, нам надо будет оффпасывать сильно. Придётся весы брать нам. Ну, придётся весы брать, которые взвешивают, сколько весит вообще весь прицеп. Потом весы, сколько напряжения идёт на этот крючок машины. Тоже это следят. В общем, нам достаточно своих заморочек. Правило есть правило. Безопасность есть безопасность. Поэтому придётся так делать. На этот вон Вагн пришлось всё переделать. Права, конечно. Будем ждать сейчас машину. У нас машины ещё нету. У нас нету анхинга куплинга. Так что мы купить-купили, но не можем пока пользоваться стопроцентно. Ну, стопроцента нет, но мы уже с вами тут. Ну, ничего, тут осталось уже немножко. Мы уже документы подали уже. Всё прошли, в принципе. И нам теперь осталось 8 недель примерно ждать. Но это, опять же, права только, да? Ещё машина. Машина, да. Непонятно ещё. Ну, мы, конечно, не расстраиваемся. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему-то нашел лежащую шайбу Не знаю, как навести резкость Надо будет посмотреть, где она может быть Сверху вроде все адекватно Вентиляция тут почему-то закрыта такой штучкой Все, штучка убежала Надо будет разобраться, почему Прочистить Потом гараж, так называемый Джончик уже оставил включенным Выключим Начнем с этой штучки Она шатается Ее надо будет прикрутить Или переделать Потом от эти дверки Тут две толстых двери Которые я бы, честно говоря, вообще убрал Одна-то ездит Как-то Вторая еле-еле В общем, короче, бесполезная вещь С другой стороны такая же дверка В общем, три таких панельки Можно убрать и сэкономить вес Это мы тоже сделаем Потом такая же подложка Для кровати с другой стороны Она на шарнире Она не шатается Так и должно быть Но Надо посмотреть Подкрутить, может, винтики Так, тут вроде все Холодильник я проверил Он холодит Поэтому продукты не пропадут Женушка, не переживай Крайники тоже Пытаются качать воду Все нормально Из винтиков На креплении Заклацывания стекла Почему-то два ржавых Некрасиво Поменять И вообще Везде все пройти Помыть И резинки Протереть Специальным раствором Который Сохраняет Эту эластичность Этих резинок Потом Всякие вещи Непонятные Липкие Тоже надо будет Пооттирать Здесь как раз Немножко Убрать Тут у нас все нормально Дальше Под кроватью Я в принципе ничего не нашел Все хорошо Все работает Может быть пройтись А подтянуть Винтики В принципе ничего больше делать не надо Во всех полочках Посмотреть Подтянуть Винтики Опять же Без фанатизм Без фанатизма Здесь я Мы думали честно говоря Сделать Вместо шкафа Какие то полочки Но это еще Открытый вопрос С Этим Хайтингом Не очень я понял Почему Шатается Вот эта штука Она должна Честно говоря Заклацываться Но я еще не разобрался Как С этой стороны Она вообще Отшатывается Надо сделать Чтоб она не шаталась Сидела крепко Холодильник я проверил Гаврил уже Тут Джончик Тоже нашел Интересные вещи Можно закрываться полностью Либо даже От комариков В общем Классно Батарея заряжается Напряжение Мы проверили Подходит сюда Все работает Снаружи Пару вещей Я уже нашел Как открывается Помыть Почистить И все будет отлично Сказали что это Полировка была Может быть Ну все Вроде Пока что Ничего не нашел Все что найду Буду говорить И записывать Всем счастливо Еще одну вещь Которую нашли От эту пробочку Надо смазать Чтобы эта пружинка Которая внутри Работала Идеально Все Законспектировали Так Потом еще одну штучку Заметил Ножка Которая вторая Для столика Она не держится Сверху Постоянно мешать Будет Либо ее полностью Снять Что не Представляется Возможным Либо сделать Крепление От уток Какое-то Чтобы оно Держалось До этого Оно было Изолентой Приклеено Кстати Гуд Дальше Паджини тоже Уже закрыла На дверке И такой Этот Замочек 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 Чтобы Дверку Было Не открыть Джончик Тут Шагает Наверх Обувь Надо снять А это Папа Сверху Убрал Фильтр Наверное Или что-то Да Трочку Над тобой Который Джончик Полез Какие вопросы Есть Пишите В комментариях Ответим С удовольствием Конечно Много чего Может Не Досказали Джончик Хайсун починил Как ты делаешь Есть такие Ползунки Которые Закопляются Да Коль Не зря Сидишь Там Классно Починел Ну и смотрите Тоже Конечно Наши Видео К тому Были Тут Какте Смотрели Тоже Такие От Хобби Эти Вон Вагны Ага Да Можете Да Можете Вместе Спать Ой Да Меньше Пинаться Буду Да Джин Красиво У вас Там Такой Голубенький Оттеночек Мишка Гори Да Оп Уже Там Что-то Ковыряется Смотрю Какие резинки Надо заказывать На этом Видео Наше Подходит К концу Кому Что Интересно Пишите В комментариях Мы Обязательно Ответим Ну и все Будем ждать Когда мы Поедем Первый раз В отпуск В Франции Пока-пока Пока Пока